Все вскрыть полностью, сметанный замес полностью вскрыть, хорошо? Да. Количество краски такое, чтобы мастихину было кого придавить, ладно? Постарай. Все, давай. Бог терпит, погоди, да что ж ты будешь делать-то? Берешь синильца, то есть разбил ультрамарина, чуть-чуть с розовильцами, от линии горизонта, которую мы решили сделать чуть повыше, густоту краски, вот эту пенность воды, нашвыряешь вот по такой траектории. Лодочный характер укладки. Не синее? Сначала белильный, ты видишь, очень много белильного такого. Да, белильного много очень, да. А потом в это белильное будешь добавлять больше синьки, больше розового. И вот линии горизонта опять же. Уже в этот разбил, начнешь добавлять утемнение. Мерцательно, как там и встречается. Что ж ты будешь делать, джаснин все время. Хорошо? Вот такое действие. Нашвыряешь, нашвыряешь. По линию воды, где она где-то здесь, кистью доберешь к этому, вот к этому, доберешь чуть-чуть коричневизну и чуть-чуть припачкаешь, припачкаешь низ, аж до воды. Припачкаешь. Потом будем это заслонять водой. Хорошо? Давай так. Нашвыряем. С розовинкой они же вдали. С розовиночкой. Можно немножко от моря взять. Для смуглости. То есть, ближе к свету, более разогонно. Нашвыряешь, нашвыряешь вот этого добра. Вот эти столбы света, их можно дать вот такими вырезалочками. и из-под них тоже дополнить. Итак, крупные, заслоненные потом. Столбы света. Здесь чуть-чуть темнее, смуглее. А потом творог краски. Вот такой творог краски на смуглые. Смуглого не хватает, чтобы творог этот прозвучал. Хорошо? Вот такой творожистый характер укладки. На темное вещество. Значит, дошвыряй темным веществом. Ну, вот такие будут основные вещи. Итак, напомню, здесь пальцем. Ну да, это я помню. А с этим смолием, до чего доделаем. Ты хочешь сразу все сделать? Нет, просто как бы. Ну, давай вот эти задачи выполним. Значит, добавишь темноты, потом сухомяточкой чуть-чуть ее полосочкой. Полосатый, ты видишь, да? Там есть этот полосатый характер. Лежачая кисть будет давать этот полосатый характер. Но для этого там должна появиться темнота. Ну, понятно. Смотри, нет темноты, поэтому не может. Хорошо. Степень темноты внятно больше. То есть такое вспаханное состояние для того, чтобы... Для того, чтобы показать идею того, что много песка. Вот это творожное состояние и здесь. И наверху. И творогом же. Ну, так я же тебя сразу на него обратил внимание. Да. Значит, здесь будет обозначена внятно лежачая плоскость. Лежачая. А от нее под определенным, да, углом разбросаешь идею вот этих струй. И закончишь идею струй вот этим. Струем придешь по траектории. Хорошо? Хорошо. Как вы меня отказали. Пусть мне сейчас вот этим творогом... Несъедобно все это сделано. Не знаю, как сделать. Вот все эти торчалки, вот там их нет. Я знаю. Вот здесь они есть. Вот эти световые выхваты, они все в центре. И вот здесь Вот здесь они все, столпились. А здесь вот эти косые лучи. Но не вот эти странности. Смугла вот здесь. И из-под нее, как из-под шторы, вылетает свет. Смотри, как сразу... То есть тонально поошибалась. И здесь, и здесь. И оно не лезет. Я боюсь лишнего наложить. Логично. Потом еще можно усилить где-то помощнее вот такими этажиками. Да? Усилить. Ну, или, может, это уже я перетемнил, но вот идею сначала плотного пятна, как шторка, потом вот этих выходов. Дать косые. Смотри, аж туда пошло. Да, они во слоях все стоят. У тебя они больше как слоны стоят на ногами. А здесь... И вот сюда свет придет с желтильцем. Сейчас у меня нет чистого места. Поэтому я положу белильца, а ты сбреешь и положишь светильца с желтизной. И тоже чуть-чуть адаптируешь в дым. Ладно? То есть это будет желтиль. Я понимаю. Дошвырять. Дошвырять немножко. Каким цветом? Подсъесть. Подсъесть. Вот этим пока. Подсъесть вот эти желтяки. Желтяки. И сверху желтый придет на это вот с такой силой. Дорожка. Ладно? То есть здесь вот таким... Вот подсказка. Вот этим цветом? Он должен быть оттенен, да, вот этим цветом. Вот так плоско или лодочно? Лодочно. Лодочно, лодочно, лодочно. То есть дошвырять синьку. Ладно? Чтобы вот этих не было, вот этих пробелов не было? Да-да-да, присъесть их. Привет, да-да. То есть они вначале нам были нужны, теперь не нужны. Хорошо, подробно. И держать эту дорожечку несколькими хотя бы мазочечками. Хорошо? Ну, чтобы мы видели, что мы несём. Секается здесь линейка. Вот так. 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 Да, немножко много творога. Вот так. А как вот эти вот. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ой, как скудно билил. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Если зритель увидит, что художник буквально в три мазка взял и сделал. Это будет важно. Ты можешь сейчас немножечко и кистью повырисовывать, но потом все, что ты вырисуешь, взять мастихин, обобщить до такого состояния, как будто бы ты с одного движения взяла и поставила. Хорошо? Правильно. Правильно. Но его не хватило. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И эти повырисовывать. И эти повырисовывать. И эти повырисовывать. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Скворожество. По мере заслонения. Сюда тут синевы не надо добавить в данную сторону? Вроде нет. А как держать? Ну как же. Вот это отсечённое, это что? Синяя какая-то? Это какая-то тень? Вот когда ты брала её, надо было всё-таки задать себе вопрос, что я планирую рисовать. Вот тут я не поняла, что это такое. Это вода, которая уходит сейчас. А, она набегающая? Нет, она уходит. Набегающая вода. А эта уходит. И на границе её чуть больше. Потому что её на границу натекло, она остановилась. Это уже остановилось, а на неё ещё натекало. Поняла, да. И вот остаток воды на границе больше, чем в этом промежутке. Ну и жуткий. Ну и жуткий. Я там чуть-чуть увидел лёгкий загиб. И решил обладать, чтобы она не была уже таким откровенным геометричным чертежом. Лежачая кисть, она протягивает хорошо эти штуки. И даже вот эти сгустки и краски, они звучат как камушки, да? Да, да. На эти все борозды... Ляжет вот так. Комковато ляжет свет. Выгодно и комковато. Прикольно? Да. Флэш мяма стихийным. Тоже неплохо, да? Вот эта струечка. Тоже неплохо, да? Маленькая. Так, здесь ночвякать не так... Там, смотри, достаточно однородная штуковина. Ты её сделал не однородной очень. А она достаточно однородная. Значит, по ночвякать более однородной. То есть, чуть-чуть. Чирк и чверк. Я не умоляю. Вот эти странные товарищи... Они вот эти же есть, вот эти тёмные. Как их показать? Странные они, потому что они как баклажаны лежат. Как бахчавые какие-то. А они там все выстроены в линейку. В струну, в струну, в струну. Ну, рисуй баклажан, будет похоже. Я же тебе рассказываю. Они в струне. Поэтому они напоминают море. А так они напоминают бахчевую культуру. Так, откуда там синий завёлся? Да, ты нечаянно кисточкой мазнул, а потом стирал. Значит, нужно перемолоть тряпкой на нужный цвет. Чтобы синему там... Нет, перемелишь. Ну, просто вытереть и перемолоть на нужный цвет. Загнать туда этот нужный цвет. Жёлтый с розовым. А потом ещё и белило, чистый. раздавлено. Тогда будет сиятель. Красиво? Да. Кстати, уже не так плохо, что там. Да. Потому что белый, жёлтый, потом розовый, потом голубой. Т.е. это спектр цветов. Ну, да. Ну, давай, стрякай, уточняй. Смотри, я ещё раз создал этот спектр. Белый, жёлтый. Розовый. Да. Что, естественно, всё из головы вылетело. Ничего не осталось. Прошу прощения. Нет, ну, дело не в прощении, а в том, что, вот, казалось бы, много раз намекаешь на эту тему, намекаешь, человек не может это запомнить, пока десять раз одну задачу не выполнить. Ещё берём? Сейчас надо. Именно так, что десять раз и одну задачу. Возьмите вот... При виду я жупёртой не готовила. Как я могу. Ха-ха-ха. Видно? Видно, видно. Ага. Она просто уже, у меня зарядка кончится, я боюсь, что она сейчас задохнет. Видишь, я делаю? И с той стороны, и с этой. Вот. Гоню краску. Чтобы она была, как бы, однородная какая-то, не совсем. Край. Почему однородная? Почему однородная? Нет. Я имею в виду корону лучей. А-а-а. Ну да, вот это корона, правда. Всё, уже ресурса на белый нет. Что делать? Замазюкана холстяка так, что уже нет. Надо бродить. По сухому, по сухому это сделается легко. Сухой кисточкой, да? Нет, нет. Когда по сухому, ты намажешь маслом, но только потом вытришь. Но это надо показывать. Льняным? Да. Потом возьмешь белизну. Есть. Сделаешь пальцем. Оно прекрасно ляжет на сухое. Потому что вот я сейчас попробовал, всё, не берет. Ну хотя бы намечать. То есть холст уже бессмысленно намечать. Лучше потом это сделать правильно. А потом. Что делать? Эти-то выцарапаются. И лучше так. И они уже не выцарапаются. Вот так выцарапаются. То есть снимает частично? Симпатичная дырявость? Дырявость симпатичная. Симпатичная дырявость. Продолжение следует... Вот эти ступени ухода. Значит, потом, когда высохнет, маслом натерло, лишнее вещество масло убрало. Осталось только, да, чуть-чуть потная атмосферка, потная чуть-чуть. Взяла вот этот же, разбил желтоты чуть-чуть и толкнула. У тебя прекрасно, геометрично ляжет. И гораздо лучше даже, чем если бы мы сделали это. Игорь, еще можно, еще раз, показать хотя бы одну чайку? Да, ага. Я думаю, буду их до посинения где-нибудь рисовать, а потом здесь уже рисовать. У них же вот эти пели, как их эти пели, не нужно показывать? Смотри, какой вихрь. Ведь коню понятно, что это чайка. Потому что в этой среде так может выглядеть только чайка. Понимаешь, в чем прикол? Не в том, чтобы это прям все нарисовать. А потому что в этой среде так может выглядеть только чайка. То есть не все рисуем до полного вырисовывания. Часть всего, что мы изображаем, создаем намеки. Намеки. ДИНАМИич. Чайка при всей белизне своей не белая, потому что самый светлый, самый белый это он, потом отблески здесь и только потом белые. Ну вот вот такое что-то надо нахальное тюкнуть. Можешь других более конструктивных чаек найти, потому что эта компания идеальна. Ноги чуть-чуть какие-то подрисуешь. Вот эту тоже нахально надо рисовать, а этих можно кисточкой? А этих можно вот так и потом кисточкой. Но вот эти жесты должны появиться. Причем очень красиво, что они здесь перемалывают линию воды. Вот здесь вот крылья, их видно крылья здесь. Чуть-чуть, два мазка. Вот к этой кляксе два мазка. Видно как перышки. Нет, я спрашиваю, надо ли нет? Нет, только идея перьев. Понятно. Два мазочка. Понятно. Ну, грубо говоря, пять мазочков сюда, пять сюда. Ну да. Ну и обязательно тени от них. Ну и что, ну и что, не надо ничего зачем. Нормально красивое пятно. Так. Значит, чуть добавим. Томности. Чуть добавим. Смотри, я в общем-то идею повторяю, да? Да, да, да. Но я ее упрощаю, потому что ну не мельчить же каждую минуту. Вот. То есть идею я повторяю, но не мельчу до крайности. Вот здесь вот это, как бы я ее касание убрала, а нужно вытяните уже это касание торное или нет? Да. Немножко там нужно усилить. Вот. Томарин выплачивается. Ну, чуть-чуть. Ну да, совсем слезненький. Толщинка, смотри, толщинка Воды, да. Воды, да. Воды, да. В этой пеночке со сочвяком Вот это уже плоскость упрушающая. А вот это вот надо тянуть вот эту часть? Да, да, да. Как все нормальные дети взяла самую мягкую кисть. Жесткие кисти с жестким краем. Надо? Там, где нет точного рисунка, там нечего делать кисти а-ля колонок. Понятно. Вот здесь, да. Вот здесь можешь. В перышках. В каких перышках? Ну, здесь перышки ты хотела. А, это понятно, да. Нет, я вообще их не хотела, я спрашиваю, нужно или нет. Можно, парочку. Можно. 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 Более мелкая творожистость вдали, да? Да. Чуть более мелкая. Вот это крупное творожное начинание разве не надо. Сейчас, сейчас, сейчас. Она здесь некая трава? Нет, нет, нет. Нормальная? Угу. А, это можно? особенно светло сюда вот на край перед перед перегибом ты видишь да смотри легкая зеленца появилась от оранжевизны но уже не такая блистающая как тот задник ой как этот меч контрольный но эти волны они не конструктивные поэтому просто каша из этих мазочков здесь главный принцип это вот это вот струя света то есть она решает вопрос конструкции так значит здесь по сухому потом подтюкнешь еще одну красотку нарисуешь когда у этих вещей появится маленькие детали маленькие маленькие ножички красные у них красные они у них чернят потому что они в контражуре они краснят поэтому ты чуть-чуть когда будешь делать темный да но скрасненько и будет очень-очень мило вот здесь тоже под под линию горизонта которую мы под под выровняли чуть-чуть тоже под цветать вот этих вот